Доброго утра! Мы уверены, что у вас настроение отличное, а мы продолжаем вести наш утренний эфир. Уже завтра, 3 августа, театр «Кукол» открывает юбилейный 90-й театр. 90-й сезон! Сложно в это поверить, но это действительно так. Какие премьеры ждут зрители и каким спектаклем откроется сезон, мы сегодня узнаем у наших гостей. Встречайте у нас в студии, пожалуйста, актер театра Степан Роскош и заведующая литературно-драматическая частью театра Мария Зырянова. Доброе утро! Доброе утро! Вы же не вдвоем к нам пришли! Не вдвоем! Четвером! Представьте, кто это? Перед вами персонаж из нашей прошлогодней премьеры, спектакль «У гуси и лебедя». Мы выпускали в том году, и вот не попал он у нас в свое время на телевидение. Мы решили воспользоваться случаем, как-то исправить эту досадную ошибку. Здравствуйте, уважаемый гусь! Здравствуйте! Здравствуйте! И также у нас тут присутствует Карлсон из спектакля «Карлсон, который живет». Он обещал вернуться, наконец-то, и он уже возвращается. Да, он же прям на лес на форум. Вот это да! Вот в ближайшие дни зрители наши увидят как раз-таки Карлсона, а под конец августа «У гуси и лебеди» тоже выйдут на театральную сцену. Очень здорово! А завтра мы играем спектакль «Счастливый принц». Я думаю, что многие наши зрители тоже еще не успели его посмотреть, так что милости просим и напоминаем еще раз, что пока что мы живем в здании кинотеатра «Колизей». Не в стенах родного здания, а юбилейный сезон откроется как раз-таки в театре «Колизей». Поэтому обязательно, наши дорогие телезрители, помните об этом. Да, это нужно учитывать. Такой вопрос. Для детей театр «Кукол» — это что-то волшебное, невероятное. Есть ли что посмотреть там взрослым? Конечно. Как раз-таки в августе мы играем собаку «Камень Степа». Это наша, опять же, премьера прошлого сезона, опера «Марионеток». Совершенно невероятное зрелище как раз-таки для взрослых зрителей. И успевайте посмотреть как раз-таки этот спектакль в Екатеринбурге, потому что уже в сентябре мы поедем с ним на фестиваль «Рязанские смотрины», а потом в Москву на образцов фест. Так что пока мы не уехали, приходите и успевайте посмотреть. То есть впереди у вас, конечно же, гастроли, но и к нам в Екатеринбург приедут тоже гости, о которых стоит упомянуть. Да, все так. В сентябре у нас будут гости из Ижевска. У них будет 4 спектакля. «Регите-кита», «Видео-имовочка». Будет спектакль опять-таки для взрослых «Судьба жены профессора». Такая харамсовская история. А чуть позже... Уживутся ли наши уральские гуси с гусями из Ижевска? Да? Ну вот. Так что всех ждете с распростертыми объятиями. Через месяц еще будут у нас гости из Санкт-Петербурга. И там тоже будет что посмотреть и детям, и взрослым. Там будет спектакль совершенно потрясающий. «Деревня Канатоходцев». Это спектакль «Золотомасочный». Они в свое время как раз-таки увели у нас буквально из-под носа золотую маску. Это были наши конкуренты. Буквально таки. Так что можно прийти, посмотреть и сравнить, кто лучше. Так, ну и как минимум насладиться. У меня вопрос к Степе. Есть ли у тебя любимый друг? Ну, мы знаем, что вы к куклам относитесь как к живым существам. Есть ли какая-то любовь к определенному персонажу? Это первый вопрос. И второй. Какую куклу водить сложнее? Вот Гуся или Карлсона? Отвечая на первый вопрос. Да всех персонажей любишь по-своему, скажем так, всем сердцем. Ну, нельзя не любить своего персонажа, которым ты работаешь, которым ты играешь. Это часть твоей души, по сути-то. Ну, и по кукловождению, ну, мне кажется, что Карлсон будет сложнее, потому что это штоковая марионетка, а марионетки, они в управлении, ну, одни из самых сложных кукол, да. Ну, тем не менее, все они для вас родные, любимые, несмотря там на сложности какие-то, все равно. Совершенно верно. Ну, они правда оживают. Вот сразу же, вот думаешь, обычная, казалось бы, сейчас скажу, какая-то вот игрушка, но нет, оживает. Оживает, вот буквально так, уважаемый гусь сразу становится почетным гостем у нас здесь. Он все слышал. Прошу прощения. Вот, вот и Карлсон тоже пройдет. Еще разок приглашайте куда, когда приходить. Да. Вам слово. Бывшее здание кинотеатра Колизей, проспект Ленина, 43. Еще полгода мы работаем в этом здании, на этой площадке. И билеты на август и сентябрь уже есть в кассе, так что милости просим. Очень здорово. Ждем. Вот, ждем всех. Если что, гусь всех пересчитает. Да. Чтобы места все были заняты. Спасибо большое. У нас в гостях были Мария Зирянова, заведующая литературно-драматической частью Екатеринбургского театра «Кукол», а также актер театра Степан Роскош. Спасибо. Спасибо.